Севастополь 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 продолжают ремонтировать и модернизировать. Здесь уже заменили систему отопления и установили пожарную сигнализацию. Руководство дошкольного учреждения уже готовит планы расширения детского сада. Большие планы по дальнейшему развитию и полноценному оказанию услуг родителям, то есть средства нового детского сада, будет это модульное стационарное время покажет, после того, как мы в 2017 году проведем проектирование. Если Александр Игоревич готов взяться за это, то с 2018 года проектирование мы готовы перенести на 2017 год. В Орлином обеспечат жильем врачей, готовых работать в селе на постоянной основе. После реконструкции здания здесь смогут проживать три специалиста с семьями. Самая главная проблема на сегодняшний день – это наши специалисты, медработники. Поскольку в 2017 году планируется установка модульной амбулатории, которая будет оснащена самым современным оборудованием. А это потребует, соответственно, и грамотных специалистов, привлечения их из других регионов России, я думаю. И обеспечить их жильем – это первоочередная задача. Помимо жилья для врачей, появится в Орлином и спортивный комплекс. Его планируют построить напротив детского сада, на месте пустующего строения. Дмитрий Слезовский, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. В Крыму окончательно определились варианты прохождения федеральной трассы Таврида. Как сообщает информационный ресурс новости Крыма, строительство трассы будет проходить по окраине села Собхозное Симферопольского района. Именно этот вариант, по мнению министра транспорта Республики Крым Анатолия Волкова, наиболее оптимально и эффективный. Проект позволит максимально избежать изымания земельных участков и сноса жилых зданий. В целом же, согласно проекту, количество сносимых зданий в полосе отвода автомобильной дороги – 21. Расчетная скорость – 100 км в час. Сооружаемый путепровод над железной дорогой – 194 метра. В Севастополе, в районе поселка Дергачи, автомобилист сбил на переходе 11-летнюю девочку, сообщает Пресс-служба городского управления МВД России. Водитель двигался со стороны улицы Мельника в направлении Инкермана. В районе Дергачи он произвел наезд на ребенка 2005 года рождения. Девочка переходила проезжую часть дороги по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок поступил в приемный покой 5-й городской больницы с травмами различной степени тяжести. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Компенсацию в 250 тысяч рублей получит севастополец за моральный вред с виновницей ДТП, как сообщает Пресс-служба прокуратуры Севастополя. В октябре при подъезде к поселку Кача женщина, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с ВАЗ-21-150. В результате ДТП водитель ВАЗ получил травму средней тяжести. Решением Гагаринского районного суда исковые требования мужчины удовлетворены в полном объеме. В Севастополе началась эпидемия ОРВИ. Со 2 по 9 декабря эпидемический порог заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями превысил 17%. Кроме того, уже зафиксированы первые случаи заболевания гриппом. У трех человек, которые сейчас находятся на госпитализации, обнаружили вирус H3N2. Медики контролируют ситуацию ежедневно. А как уберечь себя от болезни, напомнит Анна Леготина. Эпид-порог в Севастополе превышен на 17%. Случаи заболеваний ОРВИ среди всех групп населения увеличились в полтора раза. Для примера, за прошлую неделю заболело 1600 человек. И только за два дня нынешней недели к медикам обратилось уже 1700 севастопольцев. В связи с этим в медицинских организациях введен масочный режим. Ведется ежедневный мониторинг ситуации. Кроме того, медики зафиксировали первые случаи заболевания гриппом. Уже было исследовано 8 проб биоматериала. И в трех пробах от беременных уже на сегодня идентифицирован вирус гриппа H3N2. И вот все лица, от которых отбирался этот материал, это 7 беременных и 1 пациент с таким достаточно тяжелым течением, острой респираторной вирусной инфекцией, они не были привиты против гриппа. Медики отмечают, только прививка способна защитить сразу от нескольких видов гриппа. Меньше всего болеют те, кто осенью не проигнорировал всеобщую вакцинацию. Таких в Севастополе в этом году было больше 130 тысяч человек. Это почти 33% от всего населения города. Грипп, все-таки клиника его очень резко отличается от клиники ОРВИ. Быстрое, в течение прямо ближайших часов, достигая температуры тела 40 градусов и выше, сильные головные боли, мышечные боли. То есть очень выражены клинические симптомы. И вот статистически гриппом среди всего населения, допустим, болеет каждый шестой житель. Для того, чтобы пережить эту зиму без ОРВИ и гриппа, врачи рекомендуют избегать большого скопления людей, не контактировать с больными, по возможности использовать маску или марлевую повязку и, конечно, укреплять иммунитет. Помощник в этом – здоровый сон и правильное питание. Есть нужно сбалансированно, не забывать об овощах и фруктах, которые содержат витамин С. Севастопольцы с правилами хорошо знакомы, и многие их соблюдают, однако делятся и своими личными секретами здоровья. Сейчас как модно есть. Чесночок, лучок побольше. Чай, ложку калины, перетертую. И также лимон. Чай там или если горло болит, то так целиком есть. Рационально питаться. Фрукты, овощи. Чтобы больше было витаминов в организме. Носить теплые ботинки, ни в коем случае не мочить ноги, когда ты находишься на улице. Говорят, что нужно есть мороженое, только очень аккуратно. Зарядку обязательно в любом возрасте. Зарядка – это ваше здоровье каждому. На сегодняшний день мониторинг эпидемиологической обстановки в городе ведется ежедневно. Анна Леготина, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Прокуратура Севастополя запретила строительство скалолазного кемпинга «Кушкая» в заказнике «Мусая», сообщает прислужба ведомства. Стройку затеял Крымский горный клуб, который, по сведениям прокуратуры, использует земельный участок в границах Орлиновского лесничества на территории государственного природного ландшафтного заказника регионального значения без правовых оснований и с грубыми нарушениями законодательства РФ об особо охраняемых природных территориях. В частности, в лесной зоне были возведены три деревянных домика, кухни и ряд других построек, оборудован сантехнический блок, а также изменен рельеф местности для установки палаток. С целью устранения выявленных нарушений прокуратурой направлено в суд исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено. Суд обязал субъект хозяйствования освободить неправомерно занимаемый земельный участок путем демонтажа сооружений и конструкции, возведенных на территории заказника. Решение не вступило в законную силу. Сколько разделов в главном документе страны Конституции? Какие методы борьбы с коррупцией на более эффективной? И как знание истории родного края поможет построить развитое государство? На эти и другие вопросы отвечали участники Брейеринга «Игры разума». Интеллектуальное состязание объединило три общественные организации города. Анастасия Синица продолжит. Не зная прошлого, не построишь будущего. Пожалуй, именно эта фраза определяет задачи, которые ставили перед собой организаторы «Игр разума». Участникам Брейеринга предложили не просто освежить в памяти факты и даты, но и поделиться мнением, насколько важна роль конкретной личности или события в истории. Задание разделили на четыре тематических блока. В каждом по 25 вопросов на проверку эрудиции и смекалки. Заключительный этап – кроссворд. Самым амширным блоком действительно является патриотика. Затрагиваются моменты современной истории, патриотического направления. Также затрагиваются моменты патриотических направлений именно в истории нашей страны. Например, Великая Отечественная война, Империя Российская. Еще три блока – это история противодействия коррупции, история Конституции Российской Федерации. И последний блок – на сообразительность участникам будет представлен кроссворд. В интеллектуальном поединке сразились команды из трех общественных организаций города – «Молодая гвардия», «Севастопольский комсомол» и «Молодежный парламент». На обсуждение вопроса отводилась одна минута. Сигнал готового ответа – поднятая рука. Самыми непростыми, по словам участников, оказались вопросы правоведческой направленности. Самое сложное – именно как государство регулирует этот вопрос. То есть правовое регулирование о противодействии коррупции и способах противодействия коррупции. Мы ходили с ребятами в библиотеку в имени Толстого на Ушакова. Она находится, брали различные книжки по правоведению, по экономике. То есть как это все образуется, всякие экономические проблемы рассматривали, частные случаи. И анализировали тем самым все-таки, какие способы самые значительные. Даже взрослые люди не все разбираются в хитросплетениях российского правового поля. А тут молодые ребята. То есть одна статья перекрывает другую статью. Есть всякие подводные камни. Открывайте документы, изучайте, работайте с ними, и все у вас получится. Организаторы викторины говорят, одним конкурсом не ограничатся. Возможность проверить знания студентам предоставят в канун 23 февраля. Тогда игры разума посвятят героям, которые защищали Россию и Севастополь в разные периоды времени. Анастасия Синица, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. Жительница Севастополя, 18-летняя Юлия Тарасова, получила сразу два титула на всероссийском конкурсе красоты и таланта. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в Крыму. Девушка стала красой Юга России 2016 и мисс реклама. Юлия Тарасова учится в Севастопольском филиале Российского экономического университета имени Плеханова по специальности менеджмент. Ведет активную младерскую деятельность, увлекается рисованием, литературой, спортом и вокалом. Кроме нее в конкурсе «Краса России» участвовала еще одна севастопольская студентка Екатерина Тишковец. Она заняла восьмое место. Девушка учится в Севастопольском государственном университете, интересуется компьютерной графикой, 3D-моделированием и рисованием. Профессионально занимается волейболом. Всего за титул «Краса России» боролись 30 девушек. Финал прошел 12 декабря в Москве. И на этом все. В студии работала Наталья Двойцевна. Благодарю за внимание и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин